Политолог назвал Раскольнической новую церковь на Украине. Политолог Игорь Друсь назвал новую религиозную организацию Православная церковь на Украине объединенной Раскольнической церковью. Так он прокомментировал итоги Объединительного собора, который состоялся в Киеве 15 декабря по инициативе президента страны Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея. Вопреки грамоте, почему объявленное Киевом автокефалия неканоничное известие нашли исторические документы, подтверждающие канонические права РПЦ на управление церковью на Украине в результате в стране появилась новая религиозная организация Православная церковь на Украине. Ее главой стал архиепископ Епифаний, Сергей Думенко. Сеправославной точки зрения она совершенно беззаконным образом создана. Она не имеет благодати по православным канонам. И все, кто в ней участвует, являются раскольниками, объяснил политолог. Он напомнил, что раньше было два раскола так называемый Киевский патриархат и так называемая Автокефальная украинская церковь. Из этих двух расколов слепили один. И сделали вид, что он якобы легитимен. Он на самом деле совершенно нелегитимен. Из канонической церкви никто не согласился в этом участвовать. За исключением всего двух предателей. Митрополиты Винницкий Симеон, Шосто Цекий, и Переяслав Хмельницкий Александр, Дробинка, Ред, они уже лишены сана, сказал Друсь. Он добавил, что патриарх Константинопольский Варфоломей не имел права вмешиваться в украинские дела, поскольку это территория Русской Православной Церкви, РПЦ. Все дело именно в политическом вмешательстве. Потому что за Варфоломеем стоит государственный департамент США и страны Евросоюза, которые помогают этому. И они приказали, президенту Украины Петру. Ред, Порошенко заниматься этим проектом, заключил политолог. Еще до Объединительного собора Варфоломей направил письмо митрополиту Киевскому и всея Украины Ануфрию, в котором незамедлительно и в духе согласия потребовал, чтобы он вместе с паствой принял участие в мероприятии. В ответ на решение Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине РПЦ разорвала евхаристическое общение с Варфоломеем и признала его раскольником. До Объединительного собора в стране действовали три православные структуры, признанная мировым православием самоуправляемая Украинская Православная Церковь, а также непризнанная Украинская Автокефальная Православная Церковь, УПАЦЕ, и Киевский Патриархат. Последние две выступали за создание новой автокефальной православной церкви.